Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Правонарфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, усилит лепидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Слава Украине! Героям слава. Андрей, вы сами в безопасности? Как? В безопасности. Я всегда в безопасности. 24 февраля у меня такая служба, что тяжело назвать в безопасности. Поэтому даже не буду комментировать. Андрей, если есть какая-то информация хотя бы о масштабах вот этого нынешнего продолжающего сейчас ракетного удара, известно ли какие-то цифры уже о количестве запущенных ракет, возможно, о количестве сбитых ракет? Вам что-нибудь известно? Воздушная тревога продолжает, атаки продолжаются, поэтому рано еще говорить про количество ракет. Главное, про количество сбитых ракет. Сейчас действительно в Киеве слышны канонады. Это работает противовоздушная оборона вооруженных сил Украины и сил обороны. Поэтому не только классическая противовоздушная оборона воздушных сил Украины, но и другие силы обороны Украины, которые сейчас фактически тоже принимают участие в сбитии этих ракет, а это также, например, и подразделения нашей 112-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины. По Киеву действуют наши небольшие группы охотников за ракетами. Ну, это уже стало действительно частью военной истории, легенды о том, что во время предыдущих массированных атак российскими ракетами Х-101 и, например, наши военнослужащие, наши 112-й бригады из пулемета сбил ракету. Поэтому это свидетельствует только о том, что наши вооруженные силы, наши солдаты умеют уже отбивать эти ракетные атаки. Понятно, что российские террористы не оставят, к сожалению, не оставят на Новый год нас без такого поздравления, скажем так. Поэтому действительно сейчас мы наблюдаем такую массированную атаку на Киев. Однозначно, что идея российских террористов погрузить киевлян на время встречи Нового года в полнейший блэкаут, чтобы не было света, но сейчас активно работают подразделения всех, все подразделения сил обороны столицы и работают над сбитием этих ракет. Поэтому действительно просим киевлян оставаться в укрытии. Поэтому и действительно те, кто сейчас на улице и в принципе в домах тоже очень хорошо слышно. Это и Шевченковский район, и Гласеевский район, и Печерский район. Очень хорошо слышны канонады. Можем только свидетельствовать о том, что действительно в столице к сожалению есть несколько попаданий и есть даже разрушения. На месте уже работают спасатели и медики, но российским оккупантам не удастся получить такого результата, на который они надеются, потому что действительно наши подразделения сейчас очень хорошо работают и есть уже результативные сбитые ракеты. Андрей, вот по поводу массированной атаки россиян. Британская разведка недавно сообщила, что цикличность российских ударов изменилась. То есть удар был 29 декабря и ожидаемо было, что 31 также случится удар. По вашему мнению, это будет продолжаться, что каждый второй-третий день Россия будет делать удары. Что в принципе сами атаки на Украину участились? Цикличность этих атак действительно предугадать тяжело. Я объясню, потому что на подготовку подобных атак российским оккупантам нужно от недели до двух, потому что во-первых, эти ракеты нужно достать со складов, где они хранятся, провести технический осмотр, очень много ракет, которые создавались в Советском Союзе еще в 60-х годах, во время, например, Карибского кризиса, а их тоже используют российские оккупанты, они просто приходят в негодность, их, например, надо заправить ядовитым ракетным топливом, и очень часто это ракетное топливо тоже протекает, уничтожает ракеты. Большое количество российских ракет, которыми стреляют из акватории Каспийского моря, падают прямо там же в Каспийское море, поэтому очень часто может быть запланирована российскими оккупантами массированная атака, но она не происходит, просто из-за того, что у них недостаточно сил, и самое главное, что знаете, очень часто говорят, что российские оккупанты пробуют за что-то мстить, или стараются посвятить это какой-то дате, не всегда так получается у российских оккупантов, у российских агрессоров, не всегда, очень часто техника их подводит, и поэтому эти массированные атаки переносятся, поэтому скажем так, предусмотреть цикличность, этих атак, их просто невозможно, очень часто их действительно наши подразделения мониторят, например, взлеты стратегических бомбардировщиков с территории Беларуси, и практически каждый день в Киеве происходят воздушные тревоги, короткие, это потому, что в Беларуси эти стратегические бомбардировщики взлетают на например, какой-нибудь учебный полет, или взлетают просто для того, чтобы испугать, но зная, чем могут закончиться эти взлеты стратегических бомбардировщиков, войска противовоздушной обороны поднимаются по тревоге, и в Киеве в этот момент часто озвучивается воздушная тревога, поэтому я бы сказал, что цикличность эту предусмотреть невозможно. Андрей, мы видим в последнее время Россия, кроме проводя ракетные атаки массированные, она еще подключает периодически эти дроны камикадзе иранские. Какая главная цель использования их? То есть в этом контексте, когда запускаются и ракеты, и вот эти дроны, они периодически могут в начале быть или наоборот уже в конце их запускают после массированного ракетного удара? В то время, когда Путин фактически признал свой прогрош в войне против Украины, было такие два очень важных фактора. Это, во-первых, назначение главнокомандующим оккупационных войск в Украине генерала Суровикина, а второе, это начало так называемой частичной мобилизации или частичной мобилизации населения РФ. Суровикин сам есть главнокомандующим так называемых воздушно-космических войск, и в принципе он как раз и идеолог вот этих ракетных обстрелов Украины. И как раз с назначением Суровикина начинается новая террористическая стратегия Российской Федерации, которая называется война с трансформаторами. Я бы ее так назвал. Тобто главная задача российских террористов, которую они очевидно себе ставят, это война с тыловыми городами, с гражданской инфраструктурой. Фактически это то, что называется на языке международного права военные преступления, и поэтому действительно российское военно-политическое командование ответит за эти военные преступления, потому что все удары по объектам гражданской инфраструктуры, к ним относятся и например те же самые электрические станции, тепловые станции, школы, больницы, за это все российские оккупанты будут отвечать. Как они видят для себя эту задачу подорвать дух украинцев, вести войну, сопротивляться российской агрессии, поэтому и проводят эту войну с трансформаторами, однозначно, что для них сегодня был действительно и то, что они сейчас реализуют, очень важный план. На Новый год, на праздники погрузить украинцам, на сам в первую очередь киевлян, в блэкаут, поэтому действительно наши силы сейчас делают все, чтобы планы российских агрессоров не реализовались. Да, Андрей, вы правы, эта ситуация была более-менее ожидаемая, она 31 декабря. Скажите, пожалуйста, какая последняя ситуация на восточном направлении, Кременная, Авдеевка, Бахмут? Самое главное, даже когда мы слышим, что российские оккупанты пробуют переходить в какие-то локальные наступления, например, на Бахмутском направлении, все равно вооруженные силы Украины владеют инициативой, и, например, что хочется сказать, в районе Кременной случилось успешное украинское контрнаступление, и наше подразделение 112-й бригады брали участие в этом активном контрнаступлении в районе Кременной, сильно, на много километров оттеснили российских оккупантов. То же самое касается и Бахмута, то есть не удается российским оккупантам захватить этот город. Скажем так, медленно, но уверенно наши войска каждый день на Донецком направлении оттесняют российских оккупантов, даже несмотря на то, что российские оккупанты там в районе Бахмута используют известную российскую тактику, русские бабы еще нарожают. И та же самая частная военная компания Вагнера, которая принадлежит террористу Пригожину, это так называемый повар Путина, человек очень близкий к Путину, человек, который старается показать Путину, что это то он его наследник, то он его очень доверенное лицо, и поэтому пробуют совершить какую-то такую, знаете, победу, казалось бы, в районе Бахмута, города, который стратегически на карте российской агрессии, на карте военных действий сейчас ничего не решает, поэтому это не удается российским оккупантам, и даже на новогодние праздники, к сожалению, война там не прекращается, в тот момент, когда мы с вами говорим, и в районе Кременной, и в районе Бахмута идут бои, но, как я уже сказал, вооруженные силы Украины оттесняют российских оккупантов и владеют инициативой на этом направлении. Андрей, президент Украины Владимир Зеленский вчера, 30 декабря, провел очередное заседание ставки Верховного Главнокомандующего. Какие важные решения и тезисы можно озвучить из этой встречи с генералитетом Главнокомандующего? Возможно, какие-то важные решения? Знаете, мне кажется, правильнее, чтобы это озвучивали спикеры Офиса Президента про результаты заседания ставки Верховного Главнокомандующего, то есть это не та часть, скажем, которую правильно было бы мне комментировать. Хорошо, перейдем немножко далее. Тогда британская разведка прокомментировала смену командующего западной группой войск РФ в Украине. Теперь, скорее всего, будет лейтенант Никифоров. брать на себя командование группой. Британцы предполагают, что такая текучесть кадров может отражать разногласия в Министерстве обороны страны-оккупанта. Как эту кадровую перестановку оценивают в вооруженных силах Украины в Генштабе? Наверное, ошиблись. Генерал-лейтенант Никифоров. Ну, действительно, текучесть кадров происходит потому, что в первую очередь потому, что вооруженные силы Украины успешно уничтожают даже российских генералов и генералам некуда спрятаться. Я, например, месяц назад в качестве речника генерального штаба сообщал о том, что вооруженные силы Украины, например, уничтожили штаб одной из российских армий и в этом штабе погибло даже несколько российских генералов. Что касается этих перестановок, в среде близких людей Путина есть так называемая партия войны и она представлена на самом деле этим Пригожиным, про которого я уже вспоминал. Очевидно, в этой партии войны есть также террорист по фамилии Кадыров и другие. Это те политики российские, которые позволяют себе публично критиковать российских генералов, российских министров, губернаторов, которые позволяют себе критиковать ту стратегию, которую проводит генеральный штаб Министерства обороны, показывая постоянно, что они имеют влияние на принятие решений и поэтому часто действительно критикуя некоторых генералов происходит текучка кадров в шагу, стараясь держать нос по ветру, меняет, вносят какие-то кадровые перестановки, меняет генералов, но самое главное, что смена российских генералов происходит на часто, смена командующих никак не повлияет на результат войны. Российские оккупанты как гибли, так и будут гибнуть на территории Украины. Андрей, вот вопрос о ракете, упавшей на территории Беларуси во время последнего массированного ракетного удара по Украине. Беларусь заявляет, что это сбитая украинская ракета С-300, вызвали украинского посла, даже на ковер выразили протест. Киев, в свою очередь, предложил всестороннюю помощь в расследовании этого инцидента. Обращался ли официальный Минск действительно за помощью к Украине, с помощью Украины расследовать этот инцидент, или Беларуси даже наоборот, очень даже удобно считать эту упавшую ракету украинскую, независимо от того, чья она. Я напомню, что Республика Беларусь, к сожалению, берет участие в агрессии против Украины на территории страны-агрессора, на территории Российской Федерации. Беларусь, напомню, предоставляет Российской Федерации свою территорию, свое воздушное пространство, свою инфраструктуру, в том числе и военную инфраструктуру, аэродромы. Я напомню вам, что это именно с белорусских аэродромов взлетают российские стратегические ракетоносцы, взлетают российские стратегические авиации, которые как раз из воздушного пространства Республики Беларусь бомбит, в том числе и Киев российскими ракетами. Поэтому, ну, знаете, если даже, я не понимаю, если я не могу сказать, что это украинская ракета, действительно нужно провести расследование, я не думаю, что Республика Беларусь обратится, чтобы создать, например, международную комиссию по расследованию этой упавшей ракеты. Поэтому международной комиссии придется объяснять, почему Республика Беларусь позволяет третьей стороне Российской Федерации из своего воздушного пространства стрелять по Украине. однозначно, что комиссия будет такие вопросы задавать, и Лукашенко придется все-таки признать, что он есть стороной конфликтов, он есть стороной агрессии. Поэтому я думаю, что, как ты сказали, Республика Беларусь не допустит на свою территорию ни международную комиссию, ни украинскую комиссию, и тем более. А нужно просто понимать самим беларусам, что когда на их дома начнут падать ракеты, это последствия того, что Республика Беларусь и самопровозглашенный лидер Республики Беларусь поддерживают российскую агрессию. Андрей, вот очевидно, вы слышали, что Россия заявляет, что у нее ракеты калибр не закончатся никогда. По вашему мнению, это правда? Насколько в принципе российская ВПК успевает изготовлять те или другие типы крылатых ракет Х-101 или Х-555? Ну, вы знаете, это больше такое ИПСО, информационно-психологические спецоперации, закончатся в Российской Федерации калибр. Нужно сказать, что многие российские ракеты и многие военные разработки, они держатся на товарах, которые Российская Федерация экспортировала, на товарах, так сказать, такого подвинного призначения, то, что называется по-украински, очень много микросхем, которые привозили из Китая, привозили из Соединенных Штатов, очень много начинки в этой ракете, то, что в принципе в Российской Федерации никогда не производилось и в принципе никогда производиться не будет. Я вам скажу, что сейчас в Российской Федерации пробуют собирать под маркой «Москвич» на самом деле китайские автомобили и очень много тех автомобилей, которые в Российской Федерации собираются или производятся, они выходят с конвейера без подушек безопасных, потому что никогда в Российской Федерации не производили подушки безопасности и через санкции эти подушки безопасности не могут быть поставлены в Российскую Федерацию, поэтому то же самое касается и российских ракет, очень много начинки, электроники, которые использовались в российских ракетах, они сейчас из-за санкций не поставляются в Российскую Федерацию. И очень, на самом деле, такая странная ситуация, что Российская Федерация позволяет заявлять о том, что калибр никогда не закончится. Понятно, что Российская Федерация должна сохранять некую, так сказать, запас ракет, которые бы обеспечивали безопасности, противовоздушной обороны самой Российской Федерации. Поэтому однозначно, что у них должен быть этот неприкасаемый запас, они очень уже близко подходят к тому, чтобы начать использовать этот неприкасаемый запас. А даже то, что они пробуют сейчас производить, это просто не перекроет тех, скажем, потреб, которые есть у Российской Федерации. Спасибо вам, Андрей. Андрей Ковалев, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также спикер 112-й бригады террабороны Вооруженных Сил Украины был с нами. Мы обсуждали последний, вот длящийся все еще ракетный удар, массированный по Украине, который Россия продолжает, видимо, с желанием испортить украинцам праздник, наносить. И также обсуждали вопросы касаемо вооружения и того, насколько в России действительно еще может хватить крылатых ракет.